всем привет с вами я татьяна шадрина вы у меня на канале время шить сегодня время вдохновения мы с вами сегодня полистаем свежий выпуск журнала я шью журнале нам предлагают летнюю капсулу 15 выкройок на полный размерный ряд посмотрите от 40 до 60 ростовка 168 172 как раз подходит мне кажется для большинства девушек и женщин в нашей стране к каждой из моделей есть видео инструкции можно перейти на сайт журнала я шью кстати посмотрите в последнее время заголовок пишется на русском языке можно перейти на их сайт на ютюбе и посмотреть видео инструкции кстати видео инструкции есть еще и на канале дзен вот здесь на последнем развороте есть ссылки на все странички соцсетях для начала хочу познакомить вас с выкройками посмотрите они всегда приходят вот в таком удобном мешочке пакете и это кстати годами этот пакет не рвется я удивляюсь думаю что скоро он уничтожится нет все замечательно с ним комплект выкрой гораздо толще чем сам журнал это радует потому что все-таки выкройки это самое главное в журнале они посмотрите размечены разным цветом с удобной маркировкой параллельно даны на весь размерный ряд есть и долевые и разметки линии совмещения классно удобно переснимать качественная бумага пою дифирамбы всякий раз журнал я шью задал тон журналом нашим российским супер супер выкройки у нас есть чем гордиться смотрим разворот с техническими рисунками всех моделей которые даны в этом журнале можно поставить на стоп и посмотреть более внимательно меня особо радует что почти все модели до до размера 60 я вхожу в этот размер попадаю в этот размерный ряд пара платьев есть на размер меньше чем 60 ну по ходу мы с вами все это увидим например вот такое платье с вырезами но мне кажется и вот такое платье мне кажется большие размеры не захотят такие платья с вырезами давайте посмотрим табличку размерных признаков размеры соответствуют советскому госту посмотрите ростовка 168 172 и все мерки мерок много мерки точные так что можно найти свое свой размер и удостовериться что попадаете не попадаете и какие нужны корректировки на первом развороте нас знакомят полностью со всей коллекции меня как всегда вдохновляет очень цветовое исполнение модели в журнале посмотрите полюбуйтесь это яркие сочные цвета несколько базовых оттенков а на десерт посмотрите нам предлагают сшить платьишко для куклы зайки все модели демонстрируют нам елена кстати эта девушка любительница шитья она несколько лет шила по выкрикам журнала я шью победила в одном из конкурсов и вот ей предложили стать моделью для очередного выпуска журнала эмоциональная очень рада за девушку умничка молодец и просто мне кажется такой классный ход от редакции журналов я в восхищении ну что на первом развороте ягодная подборка малиновое платье и ярко сочно зеленый жакет платье интересного кроя я точно знаю что многие захотят его сшить и кто-то уже сшил посмотрите платье выполнено из трикотажного полотна тонкого кулирка например на спинке лямочки вот так перекрещиваются нам здесь демонстрируют что есть белье с подходящей конструкции скажем нам здесь показываю что есть специальное белье силиконовыми лямочками если вам необходимо это ну можно и без белья носить такое платье она шьется несложно тем более есть инструкции видео инструкции и жакет жакет час мы еще посмотрим отдельно здесь нам демонстрируют платье платье классное платье тоже многие захотят сшить мне очень хочется сшить такое платье меня она порадовала знаете чем порадовал вот такой крой когда у нас посмотрите немножечко смещена линия скажем втачивание рукава вот этого крылышко исполняет функцию рукава она смещена к центру и такое впечатление что как будто у нас уже корпус закончился там начался рукав и такой крой однозначно стройнит посмотрите вот считывается что туловище вот от одной линии до другой линии в боках вот здесь вставки вот видите вставка в боковом шве классная выкройка и я рада что она теперь у нас с вами есть мне кажется можно по этой выкройке сшить не просто не только платья но и просто например блузку удлинить не делать не отрезать по линии талии удлинить просто лиф и получится классная блузка посмотрите какой крой отрезная блузка по талии по спинке идет сборка верхней части лиф идет сборка а нижняя часть юбочки с вытачками я рассматривала выкройку и думаю что если я соберусь шить это платье я наверное сделаю перед вот здесь цельный не отрезной по талии по спинке сделаю отрезной а по переду нет по спинке как мы видим еще есть разрез со шлицей мне кажется платье комплементарно многим типам фигуры и подходит для многих многих возрастов классное платье вот прям классная какую ткань выбрать для такого платья здорово смотрится в однотонной ткани потому что есть линии кроя интересные подойдет ли он подойдет может быть тонкая джинсовая ткань на этом развороте нам предлагают сшить скажем по два платья дубль 2 здесь получается 1 выкройка юбки и 2 верха к этой юбки разыгрывается или отыгрывается модная идея разрезов или вырезов в платье какие-то дырочки всевозможным сейчас на пике популярности такой ход и посмотрите что нам предлагает журнал ну во первых я спою дифирамбы этой юбки посмотрите юбка со складками юбка широкая летящая складки у талии глубокие складки по переду пояс приточной на резинке что комфортно и кармашек в подрезном бачке у этого платья посмотрите передняя часть вшита в пояс лифт с вытачкой а спинка полностью получается отлетная вот здесь еще можно рассмотреть мы сейчас увидим это на техническом рисунке а у второго платья немножко по-другому посмотрите точно та же самая юбка но верхняя часть лифа скроена по выкройке скажем реглан но немножко бачок вот здесь подрезан по передней части присборим и вшит в юбку а по спинке полностью спинка и часть частично вот бачок они в свободном полете то есть эта часть свободном полете при собран на резинку и вот спиночка получается голенькая интересное классное платье наверняка нашим юным девочкам понравится такое платье кстати это платье дано на размерный ряд кстати по моему вот это платье предлагается до 60 размера а вот это платье до 52 размера давайте поближе посмотрим как устроена эта выкройка первое платье и второе платье мне кажется даже можно отдельно шить юбку это уже классно будет на этом развороте торжество тенцеля это ткань посмотрите ткань имеет легкий блеск красивый такой блеск блузка конечно интересно смотрится необычно свободный крой перед у блузки укорочены спинка намного длиннее края закругленные рукав спущен внизу рукавчик присобран на тоненькую такую бейку обработан и тонкой бейкой обработана горловина и не широкая обтачка обработана горловина по центру шов давайте посмотрим технический рисунок мы еще видим что спущенное плечо ну вот такая блузка я бы сказала базовая кому не захочется использовать идею разноуровневой длины перед переда и спинки можно сделать одинаковую длину можно укоротить рукав и получится такая легкая летняя блуза летящая свободного кроя можно вообще взять выкройку за основу и сделать топ без рукавов тоже вас требована в гардеробе на этом развороте смотрим любуемся блузкой очень красивого цвета блузка цвет шалфеев встречала подобное название какие интересные нюансы у блузки посмотрите широкий свободный рукавчик спущенное плечо рукав по низу обработан шлицей давайте поближе посмотрим меня очень заинтересовал такой вариант обработки как-нибудь я его обязательно себе попробую посмотреть как интересно смотрится в летних вещах из тонких тканей мне кажется запросто такое можно сделать блузка свободного кроя без вытачек давайте на тех рисунок посмотрим вот так выглядит блузка на техническом рисунке вот лично у меня блузка вызвала такое найдёк спорное такое впечатление обратите внимание мне кажется вот такая драпировка в районе лопаток дополнительный какой-то объем создает ненужный скажем делает ли это фигуру более гармоничную давайте посмотрим в профиль неоднозначно на мой взгляд неоднозначно мы с девчатами разговаривали в студии вот посмотрели уже на эту выкройку на эту модель и мне кажется вот это вот идея не лучший вариант когда вот такая симметрия предлагается на спинке и с драпировкой в районе лопаток есть ощущение горбика не знаю вот напишите как что вы думаете но я лично думаю что выкройку можно использовать потенциально например не делая спинку с такой вот с деталью с драпировкой я бы просто использовал для спинки деталь переда нужно посмотреть если там разница в балансе поскольку свободный крой то возможно и нет разницы между длиной спинки и переда я бы достроила спинку и сделала в эту блузку просто вот такую свободную легкую летящую мне нравится идея рукава здесь напишите кстати что вы думаете по этому поводу ли ставим дальше на этом развороте одна из очень интересных моделей это топ анис мне хочется остановиться на нем подробнее с одной стороны вроде бы все просто вот просто я сама лично могу вот такой воротничок выкроить знаете вот ну чуть ли не глядя он несложно кроится но я совершенно точно вот этот топ выкрою для себя топ именно по выкройке журнала пересниму эту выкройку почему мне кажется вот здесь достаточно гармонично выполнена вот эта линия наклон плеча я очень уважаю дизайнеров скажем журнала потому что я неоднократно сталкивалась с тем что линии правильные под прям правильные наклон должен наклон плеча здесь немножечко больше чем просто вот наклон плеча плечо не уезжает ни вперед ни назад когда наклон плеча хороший тогда у нас вот здесь не слишком много объема при этом сохраняется такой свободный силуэт но не мешковатый на нужному как скажем на нужном расстоянии заканчивается вот этот рукавчик в общем я голосую за эту выкройку мне кажется эта модель перейдет у нас плавно в осень прекрасная футболка для прекрасный топ назвать его под кардиганы под жакеты да под что угодно когда мы начнем носить верхнюю одежду посмотрите вот здесь у нас ветров очкой вот этот топ посмотрите как классно смотрится с ветровской с брюками ну и кстати давайте уже про брюки поговорим тоже мне хочется попробовать эту выкройку брюк потому что мне понравилась вот эта идея не слишком мешковатой одежды брюки посмотрите не широкие они прямые не скажу что узкие но вот умеренно прилегающие скажем умеренно и хочется попробовать мы видим что пояс здесь отсутствуют вверх выполнена обтачки есть гульфик это немножко упрощает работу ну давайте полюбуемся поближе на выкройку этого топа вот все здесь хорошо и линия низа не неровная и посмотрите щелевидная пройма тоже все сделано грамотно хочется прям поучиться полюбоваться как это делать верно на этом развороте нас ждет просто база базы это long слив посмотрите мне кажется по этой выкройке тоже нужно ее переснять можно сшить например футболку посмотрите с обрезаем делаем короче рукав получаем классическую футболку не широкую не мешковату не оверсайз если нам нужна такая пожалуйста можно сшить по этой выкройке и платье скажем платье такое у длинное просто базовое такое платье надевать под что-то классно посмотрите здесь немножечко приталена нижняя часть немножечко вот изогнуты нюансы но они такие важны кстати на большие размеры здесь еще и вытачки предлагают а здесь наконец-то мы посмотрим поближе на выкройку вот этой розовой юбки юбка из ткани выполнен тенцель посмотрите есть легкий такой берд перламутровый блеск очень благородно смотрится мне нравится эта ткань давайте посмотрим как выполнена юбка юбка расклешенная притачиной пояс карманы в боковых швах и вот здесь так называемый разрез по ножке вот в удачном месте юбка мне кажется хороша тонкие летние юбки берем и шьем по этой выкройке смотрим что на этом развороте здесь нам демонстрируют спортивный костюм для тех кто устал от объемных моделей оверсайз пожалуйста модель которая достаточно умеренно свободного кроется надо почти по фигуре не слишком широкой мне здесь все нравится и рукав реглан посмотрите и и отсутствие излишнего объема брючки не в обтяжку такие умеренные брюки классные выкройка костюма здесь нам предлагают посмотрите вот такую застежку на кнопке застежку по типа пола если хотим можем сделать сквозной разрез до низа получится у нас бомбер ну шикарный костюм мне кажется и выкройка капюшона давайте поближе посмотрим у брючек карманы мы видим в боковых швах просто это кстати вот я например люблю карманы в боковых швах потому что они не оттопыриваются а вот здесь майка майку тоже можно выкроить запросто самим но мне всегда хочется мальчику взять по выкройке по готовой сделать потому что линии вот чтобы были удачными линиями нужно еще на эту тему поработать посмотрим поэкспериментируем как нам предлагают дизайнеры в журнале пока было все удачно посмотрите как классно сочетается и гвоздь наверное программы шикарный просто шикарный костюм посмотрите здесь куртка куртка крой реглан а по спинке этот реглан переходит рукав реглан переходит в кокетку интересный крой просто идея интересная здесь широкий рукав но вот знаете я бы наверное тоже была противником вот такого широкого рукава заканчивающийся на этом месте посмотрите в один ряд выстраивается длина куртки и широкий рукав и получается как будто расширение бедра я бы наверное удлинила курточку чтобы развести вот эти две горизонтали мне кажется так будет лучше ну в общем поиграть надо тогда придется длину юбки менять увеличивать если удлинять курточку но общем надо посмотреть здесь не не всем наверное подойдет я просто обладательница широкий бедр бедер непропорционально и думаю что вот это вот идея для меня не очень хотя выкройка очень нравится может быть немного бы я за узел рукав вот вот я о чем речь веду юбка юбка кстати тоже сейчас отдельно про нее скажу вроде бы банально вот простая юбка расклешенная но обратите внимание где расположены кармашки расскажу историю у меня была клиентка которая пришла со своей юбкой готовите мне такую же и у нее как раз был расположен кармашек где-то примерно на таком уровне я посмотрела думаю такому что такое так низко расположен карман давать игре вам повыше подниму карман обычно же делать кармана где-то вот в районе ну как подрезной бачок чуть чуть пониже вот так но мама махнула головой говорит ладно давайте я сделала кармашек повыше она потом приходит еще благо что клиентка постоянно и долго много мы и шьем приходит опять приносит тоже первую юбочку которую готова была выбросить шейте татьяна мне вот так вот такую юбку вот с таким карманом вы так могут вам тут ашина не люблю не нашу и не знаю почему сделать может быть ткань будет неудачно сделать играть как здесь и знаете в чем дело оказалось вот это вот расположение вот этого кармашка посмотрите она под животиком тем у кого есть небольшой животик что мы получаем когда мы располагаем кармашек выше у нас вся мешковина кармана приходится на область живота и получается что наш животик немножко выпуклый добавляется в объеме или увеличивается дублируются еще и двумя слоями обтачки а когда кармашек расположили вот так пониже он как раз попадает в эту мешковинка попадает под животик и там уже у нас свободненько если есть выступающий животик и мешковина не пролегает поскольку юбочка а силуэта вот нюанс кажется когда я это поняла и я конечно же сделала вторую юбку или уже третью юбку по образу и подобию 1 но вот увидев такой же в журнале я обратила на это внимание кстати никогда такого не видела так что берем на заметку давайте полюбуемся техническими рисунками посмотрите вот оно расположение вот оно расположение карманов вытачки вверху внизу чуть чуть расклешенная юбка классно юбка на обтачке пояс видите пояс на обтачке и вот сама курточка это я бы сказал джинсовка или ветровка вертикальный шов приточной пояс рукава посмотрите как интересно выкроены мне нравится вот эта идея очень нравится просто от слова очень может быть я эту курточку возьму за основу и сделаю например без сборки вот здесь может быть посмотрю кстати про саму сборку хотела еще вам сказать обратите внимание где расположена сборка она неравномерно расположена по всей скажем куртки когда притачивали пояс посмотрите вот в этих местах сборочка и по переду немножко отступили посередине примерно вот здесь это тоже я считаю грамотный подход потому что вот такое расположение сборки фигуру украшает не делает нас шариком между тем мы с вами уже подошли к концу журнала здесь нас еще ждет платьишко для зайки кстати выкройку зайки можно было переснять в одном из предыдущих журналов посмотрите вот такие подробные достаточно инструкции к пошиву и напоминаю что есть еще и видео инструкции которые можно скачать или можно увидеть на скажем на странице соцсетей попросту перейдя по qr-коду туда на этом видео заканчиваю с вами была я татьяна шадрина выборами на канале время шить жду вас в комментариях и всем пока пока до следующего видео